Доброе утро, мои дорогие! А у нас тут вон чего. Ну и что ты хочешь из них делать, Саша? Дорогу делаю. Дорогу делаешь? И в машину летит. Родители купили ему прищепки. Чего ты хотел делать? А где мои родители? Родители твои где? Да. Ой, где ж твои родители? Так, ну и что будем делать-то из них? Не знаю. Ой, горку нет. Дорогу. Нет, дорогу. Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Хорошее утро. Опять жарко будет. Видимо. Что-то звоню Толику с утра трубку не берет. Странно. Сейчас, может, перезвонит. Ну что, сегодня 1 июля. Вот уже один месяц лето и пролетел. Да. Так и лето все пролетит. Он как куст-то цветет. Он как куст-то цветет. Прям разошелся. И эти прям все цветут. А желтенький, любимый, один цветочек вон остался. Теперь ждать надо будет, когда он опять зацветет. Вот. Ну, уже вон, новенькие пошли вон эти побеги-то. Вон они, помидоры какие уже. Вот. А то мне писали. Не вырастут в кашпо помидоры. Да я их каждый год сажаю. Растут. Тут поменьше. Кактусы пока в тенечке закрытые. Сейчас солнышко на них попадет, и они раскроются. Тоже скоро перестанут уже цвести. Вон они почти, сколько уже подцветали. Зато гранат весь в цветах. Прям весь. Ну. Ну. Красотища. Люблю прям, как он цветет. Такой яркий, сочный. Прям, ой. Прелесть. Родители вчера вечером уехали погулять. Ну, и мы с Сашей спать легли. И он сейчас проснулся и думает, что они еще не приехали. А я Косте говорю, поспите вы, пока он не ищет вас. Господи. Приехали-то ночью, не знаю, когда. Осталось-то чуть-чуть. С седьмого на восьмое они улетят. Сейчас включу, Саш. А этот вот дал сначала стрелку. И прям моментально прям раз и уже вот листья свежие. Зеленые. Вышли, ждем Толика. Трусы-то поправьте, а трусы что-то прям как-то на баку. О, куда ты их натянул? Ты давно не говорил доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Ну, ты повернись. С бодром утро, девочки. Вот. Скоро уедет мое бодрое утро. Да. Мурманск уедет опять. Будешь скучать-то по Крыму? Да. Будешь? Ну, кто его знает, кто это едет? Человек. Люди. Сашка говорит, ну где за Толик? Толика. Вот так вот он едет. Скажет, сейчас приеду, а сам еле-еле пока. Да, наверное, дома был. Пока машину выгонит с гаража. Это что такое? Это что такое? А что ты на велосипеде? Здоров. А что ты на велосипеде? Сломался? Одна ближе тут, другая дальше там. Юный велосипедист. Приехал на велике. Пожаловался мне, что машины сломались обе. Все, поехал. Уехал, Толик, да? А куда уехал? Домой. Ветер такой. Мои дорогие, доделала еще одно кашпо. Вот такое вот получилось. Вот. Ой, у нас сейчас приезжала бабушка Олега, мальчика, который у нас отдыхает. Оказывается, она живет тут, ну, не знаю, сколько, километров сто, наверное. Ну, такая старенькая бабушка. Видно, что такая. И тяжело ей передвигаться. И, видимо, ей не отправляют Олега, ну, на лето. Ну, я как-то не спрашивала, собственно, почему, чего, да как. Вот. Заезжали, поехали. Сейчас вместе на море с нашими. Они там живут. Ну, это там Красноперекопс. В той стороне. У них до моря 70 километров. Вот, поехали на пляж. Съездят и поедут домой, назад. Вот. Что он там опять копает? Этот неугомонный молодой человек. Я слышу, что-то копает, копает. Ой. А что мы с Виктором вишней успеваем? И пришла идея. А что переделать ворота? Надо эти отремонтировать. И сделать красиво. Проблема в этих воротах не потому, что они плохие. А потому, что они закопаны. И сломали их, поэтому. Сорвали с петель. Надо петли новые сделать. Говно все это убрать. Все эти. И новые обшить. Просто красиво. И все. Все открывается. Вот эти, например, на двух петлях вообще. Все они уже. Ну. А, просто их откопать. И все. Они закопаны. С ума сойти. А я слышу, что-то роет, роет. Думал, что он там роет. Копать, сделать петлю еще одну. И там петли обновиться. И все. Они будут закрываться. Вот, оказывается, в чем дело. Вот, где собака порылась. Да. А тут что-то на самом деле много чего такого. Все неплохо сделано. Просто закопано, сломано старое. И что-то еще. Привет. Привет. Мы профлистом его обошем нарядно. И все, уберем все это дерьмо. Все эти доски. Все. Обошем его красиво. Снутри, снаружи. Иди, красиво. Ну да. Видишь, как хорошо, что не получилось сделать. Вот и он. Вот и он. Здравствуйте. Здорово. Привет, дорогой. Ну что? Тут однако трактор. Однако трактор. Вот он. Вот он трактор. Что, подумал я и решил. Что ты решил? Все-таки делать на таких, да? А что делать на таких? Надо отремонтировать эти все больше, короче. И обшить их. Так что тебе сделать? Ну, он отрыл, видишь, они все закрываются. Но он не успевает, и все. Я думаю, что надо просто реально доварить стол и приварить третью петлю. А здесь та же самая история. Просто здесь одна петля оторвана. Вот так вот. Видите, умные мысли приходят, когда не успеваешь сделать. И сюда три. А я донобрал. Мира ко мне приходила. Решили мы с ней со вторым украшением. Что и как. И сейчас я ей и сделала. Вот второе украшение. Сейчас вам покажу. Она завтра придет и заберет. Танюшка тем временем уже тут насажала у меня. Розочки. Да? Красивенькие. Ой, опять отсветают. Опять надо обрезать. Что там опять? А, этот пенек, который был от персика. Костя его спиливает. Так. Что там, думал, что он лучше сделает. Это плитку надо было, а потом, вот, 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 вот. Вот, вот, там, вон, там, я такое не делаю. Там называется караед. Это вон там, я говорю, давай я вот так сделаю. Я думаю, что где как можно меньше тормозить. Как хорошо вечером, а? Когда жара спадает, прям жить хочется. Да, я думаю, дюйм, твою мать. А если бы так еще чуть-чуть вычмалить, блядь, это еще лучше. Мне кажется, сейчас в июле пожарче будет. Слышишь? Ага. Это что там? Трет. Ты что, колодки трет? Там такая херня. Такие цилиндрики есть. Они вот затормозили. Газарные тормоза. Они там такой диск середине. Они этот диск сжимают. Ну, я знаю принцип-то, да. Колодки эти, прижимают с двух сторон. По отпускаю, они там должны назад уходить. Понимаешь? А они на месте. А они нет, они уходят. Они трудные. Потом они, они что, трудные? Потом нагревается все это дело. А там дальше в полисе подшипник. Ну, да. Полторы тысячи стоит один подшипник. Вот я их, два столки поменяли мне. Они не успеют, я не думаю, я их не заставлял менять. Понимаешь, чем дело? Ну, да. Я прошел, они уже меняют. Он мне говорит, вы это делать не будем? Я не думал, я думал, хрен с ним. Я купил, взял, блядь, дурак. Нахера я туда их положил на это место. А они себе работу нашли, ее потом это. Правильно. Ну. Ёблик, мать. А я мне думал, нахера я, блядь, полизам было спрятывать, блядь. Думал, хай бы то делал, я бы, пошел бы на другой, как оно было. Ну, надо было это присутствовать, чтобы я видел, Ладно, не расстраивайся уже. Что ж теперь? Мы расстраивались, расстраивай меня такое, чтобы... Ну, ты слышишь? Слышь, конечно, чушь не слышишь. Со скрежетом. Идет с маленьким ребенком, болтает по телефону, хоть бы, хоть бы в сторону поглядела. Идет-то ведь не по переходу. Такие люди беспечные. Ну, по переходу шли, но они там далеко шли. Я бы стоял бы, мне некогда стоять. По логике, я должен был пропустить их. Но они там только шли, а я им не помешал. Не, никого там не было близко. Не, они были с правой стороны. Почему? Мы проехали, мы никому не создали, никакой помехи не создали. Они не остановились, мы тихонько ехали, тихонько поехали. Так, вот сюда и мне. да. Так, так, вот это вон там. Ну, ладно. Так, а ты тихо. А она что, закрыта? Открыта. А, вон она где. Ага. Представляете, раньше времени пришли мои таблетки. Вот честно сказать, мои хорошие три дня просто промучилась. Ночью даже думала, что помру. Тахикардия так меня долбила. Просто. Что я только валерьянку, валидол, пустырник. А оно не помогает, ни шиша. Вот, где у меня маска. Вот сейчас. Пришли раньше таблетки. Ну, как всегда, теперь очередь. Приезжаю, а тут идет сбор урожая вишни. А где сама вишня? А пса вон обсыпалась. Дорогие, это авария. Зато сколько теперь места светлого стало. вон тут помощник. Главный помощник рот в вишне. Да? Уже не надо. Ну, наконец. Вот. Вот, видите вам, лайффак. Надо... Это. Это. Захотели собрать урожай, спилили нафиг. И собрали. Вот, зизифус. Видите, как укоротился. А то вырос такой, что там ни ягоды не достать, ничего. Вот, сделала я в темноте, свет даже не включила. Сделала я в мире вот такое украшение. Но она еще не видела. Придет, посмотрит. Вот она захотела такую подвесочку на конец подвесить. Время-то надо закатать и снимать. А у меня еще и участок не политый. Вот, как. машина, машина. Ну вот, и время без двадцати девять. Вот, закат уже. Прям все выпила таблеточку и жить захотелось. Как я так попала? У меня всегда обычно есть наперед таблетки эти. И тут я подумала, что они у меня есть. А их не оказалось. И в аптеках нет. И вот эти три дня Костя мне заказал сразу, но три дня тяжко было. Я, конечно, старалась отвлекать себя от этого как-то, но все равно оно внезапно как начинает прыгать все внутри. так без аллопенина я вообще не могу жить уже четыре года. Такие были приступы. причем я сначала к кардиологу вот тут Черноморский обращалась. Мне делали кардиограмму там. Я уже не помню название, что она мне выписала. Я чуть не умерла через неделю. Вот. И как раз приезжал Костя, он меня повез в платную клинику в Иппатуре. Там на меня надели на сутки этот аппарат, который там считает и записывает, слушает и записывает. Вот. И вот она мне выписала кроме там прочих лекарств этот аллопенин. И я прям почувствовала себя человеком. Да. Вот. Четыре года уже. Я его пью регулярно. Ну. Каждый день. И тьфу-тьфу-тьфу. А тут вот три дня. Ой-ой-ой, мам, не горюй. Прям страшно было. Я знаю, что надо кашлять во время вот таких перебоев. Это помогает. Но кашлять прям сильно надо. Но не всегда я помогал и кашель этот. Вот. Ну ладно, слава Богу. Теперь буду заранее брать побольше. Не дай Бог. Ну что, мой, хороший день прошел. Слава Богу, хорошо заканчивается. Костя там допиливает вишню. на квадрике поехали. у у нас все двигается потихонечку. всего, чего он хотел, он, конечно, не успел. Но говорит, сейчас приедут еще. Ну, может, в августе, может, в сентябре. Посмотрим, как получится. Ну ладно. если опять всех закроют дома с работой, то приедут. Может, в сентябре, если школы опять онлайн сделают, то все вместе и приедут. так что вот такие дела мои хорошие. Все нормально. Чего и вам желаю. Надо еще Александре позвонить. Звонила мне. А я телефон был дома, а я где-то на участке шарахалась. Ну давайте, мои золотые. Солнышко уходит. Всего вам самого хорошего. Не болейте, не грустите. Пусть все будет хорошо. Надо как-то держаться в этой жизни. Перспективы, правда, очень веселые, но может как-то все и обойдется. Давайте, зайки мои, хорошего вам вечера, спокойной ночи. И с хорошим настроением и здоровьем завтра проснуться. Хотя я знаю, как это мы утром просыпаешься, еле встаешь, потом расходишься, вроде ничего, да? Так что, ладно, будем все здоровы. Все, я вас целую, обнимаю. Пока-пока, мои дорогие, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...